Продолжаем создание столика. Пока я отменяю модификатор Turbo Smooth. И продолжаю редактирование полигонов. Продолжаю редактирование полигонов. Для этого что мне необходимо сделать? Я могу у данного стульчика, у данной ножки, удалить эти полигоны и выдавливать только вот эту часть. Вот эти ребра. Но мы можем выдавливать и сами полигоны. Конечно, я покажу сейчас, я удалю полигон, перейду на уровень ребер, выделю ребро, и с Shift могу вытягивать, повторяя форму. Можно так. Можно не удалять полигон, не удалять полигон, выделить его, выделить его и выдавить на определенное расстояние. Можно сразу выдавить, можно поэтапно выдавить. У нас, нам необходимо, вы помните, да, я надеюсь, что вы уже продумали все этапы создания данной модели. Нам необходимо создать всего лишь четверть, всего лишь четверть данного столика, поэтому можно выдавить полностью. вот до вот этого уровня данный полигон, поэтому я нажимаю Extrude, перехожу на уровень полигонов, нажимаю Extrude, нажимаю Extrude, подношу клавишу мышки к полигону и выдавливаю, тяну, не отпуская клавишу мышки, тяну, 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 до определенного момента, да, потом прерываюсь, перехожу на уровень точек, перехожу на уровень точек и вот сюда дотягиваю, вот сюда дотягиваю. И далее нам необходимо теперь создать необходимое количество точек, необходимое количество точек, либо необходимое количество ребер. Для этого я перехожу на уровень ребер, выделяю ребра и прочитаем примерно раз, два, три, четыре, то есть четыре промежуточных ребра пока нам необходимо. Я выделяю и создаю с помощью коннекта 4 дополнительных ребра. Ок, создал. Далее перехожу на уровень точек и начинаю двигать вот эти точки, немного перемещать. Немного перемещать, эту точку я ставлю ровно на центр, масштабирую, это я тоже двигаю вот сюда. Вот это все должно быть примерно по центру. С этим то же самое, абсолютно так же, перемещаю, двигаю нижний. Таким вот образом лучше точку не брать, потому что сзади есть другая точка. Легче всего вот таким вот образом прямоугольным выбирать точки и их двигать. Вот таким вот образом. Таким вот образом здесь я могу тоже немного вот так опуститься. Да, мы получили одну сторону. Другую сторону мы тем же самым способом получаем, абсолютно тем же самым способом. Я выбираю полигон, я выбираю полигон и его экструдирую. С помощью горячих клавиш можно воспользоваться горячей клавиши Shift-E. Я его экструдирую примерно на столько и смотрю, что здесь должно получиться. Там всего лишь одна арка, поэтому я перехожу на уровень ребер. Перехожу на уровень ребер, выделяю ребра горизонтальные и пользуюсь коннектом. Пользуюсь коннектом, но нам уже нет необходимости создания четырех. Я создам хотя бы одно ребро и его опять же чуть-чуть отмасштабирую таким вот образом. То есть мы получили заготовку четверти стола. Далее мы можем посмотреть, что у нас выходит с этой заготовкой. Вот она, я могу в окне проекции Top немного изменить толщину вот этой ножки. Можно взяться за ребро и подвинуть его, немного изменяя таким вот образом конфигурацию нашего столика. В принципе, толщина особого значения не имеет, поэтому мы можем, потому что поверх ляжет столешница, мы можем не обращать внимания на нее. Так вот, если я сейчас выйду из редактирования, применю модификатор симметрии. Вот он у меня опять же вынесен в виде кнопки. Применяю модификатор симметрии по оси X. Потом нажимаю в стеке модификаторов. В стеке модификаторов нажимаю на симметрии. Выделяется тем самым mirror. То есть я могу двигать теперь вручную зеркало. Видите, двигая вправо, пропадает полностью все. Поэтому мне необходимо еще прижать в настройках mirror симметрии и mirror в том числе галочку, поставить галочку flip. Ставлю галочку flip. Получаю вот такой результат. Здесь же мы можем перейти, например, на уровень ниже. На уровень ниже, на уровень редактирования ребер. И изменить, например, вот эту штуку. Изменил. Получил. Теперь вторую часть стола. И снова применяю модификатор симметрии, только с другой уже осью. В данном случае, наверное, ось Z. И двигаю. Также активирую симметрии. И двигаю по оси Y. Вот такая заготовка стола у нас получается. Мы можем сейчас сразу попробовать применить модификатор TurboSmooth. Я применяю модификатор TurboSmooth, и мы увидим, что происходит с данной моделькой. Вот такая моделька у нас пока с вами получается. Для того, чтобы все углы у нас были более красивыми, более четкими, нам необходимо создать дополнительное количество ребер. Создать дополнительное количество ребер, то есть поработать с сеткой. Я сейчас задам большее количество интераций. Вот такая модель у нас пока с вами получилась. Да? Все закругления стали такими, какими и нужны. Можно чуть-чуть поднять, увеличить волну. Итак, я перехожу снова в окно проекции Front. Активирую столик. Перехожу. Пока отключаю симметрии. Она будет мешать нам. И перехожу на уровень редактирования полигонов. И включаю клавишу F4, обзор ребер. На уровне редактирования вершин я немного, таким вот образом, чуть-чуть задираю значение, которое у нас представлено в референсе. Делаю это в окне Front. Потом перехожу в перспективу и делаю здесь такое. Получили. Теперь нам необходимо подкорректировать сами вершины, для того, чтобы не происходило такого сглаживания. Во-первых, для этого я выбираю ребра. Перехожу на уровень ребер и выбираю вот эти ребра. То есть, вот эта ножка у нас является самой жесткой. Я ее выбираю. Выбираю одно ребро. На следующее ребро я нажимаю Shift. У меня получается такой выбор. И применяю чемфер. Нажимаю правую клавишу мышки, выбираю чемфер. И вот таким вот образом произвожу закругление. Можно так. Можно нажать рядом с чемфером кнопку Settings. И выбрать, во-первых, величину, насколько, во-вторых, количество сегментов, чтобы получить какое-то закругление. Большого количества не надо. То есть, мы можем пока оставить единичное. Вот таким вот образом. Вот. Можем оставить такое. То есть, уже при значении TurboSmooth мы получим более красивый угол. Мы получим более красивый угол. Тот, примерно который нам и необходимо. Отключаю пока TurboSmooth. Можно еще раз все-таки отчемферить. Возвращаюсь на несколько этапов. Применяю Settings. Чемфер. И здесь вот такое значение. К примеру, так. Пока пусть будет. Мы можем увеличить его еще каким-либо образом. Вытянуть, поработать с ним и так далее, и так далее. Получили. Далее нам необходимо проработать, если вы видите на референсе, здесь вот есть такие волны. Такие красивые волны. Для этого нам необходимо создать вот здесь дополнительное ребро и его вдавить. И его вдавить. Что я для этого делаю? Я перехожу в окно проекции Front. В окно проекции Front. И выбираю теперь на уровне сегментов вот эти вот горизонтальные ребра. Вот таким вот образом. Сначала отсюда снимаю и вот сюда пойдет это выделение. Вот сюда это идет, 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 вот сюда. Окей. Выбрали. С помощью Shift. Мы можем также воспользоваться функциями Ring, либо Loop, для быстрого выбора тех ребер, которые нам необходимы. И теперь я применяю сюда Connect. Я применяю Connect вот таким вот образом и двигаю его, чуть-чуть двигаю. Пусть так будет, тем мы вручную подвинем. То есть двигаем. Окей. Далее перехожу в окно проекции Front. И теперь мне остается подвинуть вот эти точки чуть-чуть ниже. Выбираю и двигаю. Таким вот образом, чтобы у нас по картинке, да, если мы откроем картинку, рассмотрим внимательно, то по самой кромке проходит дополнительное ребро. И здесь то же самое. Поэтому можно взять и вручную подвинуть, настроить расположение данного ребра. Я его настраиваю. Настраиваю, настраиваю. Здесь тоже, чтобы красиво все было. Здесь можем немного отдалить, да, здесь идет удаление как бы. То есть мы капельку отдаляем, наоборот, ребро. А здесь можем немного приблизить. То есть она пошла, кромка пошла на спад. Вот таким вот образом. Получили. Получили. Теперь я перехожу снова на уровень ребер. Мое ребро уже выделено. И мне его остается экструдировать. Для этого я нажимаю рядом с экструдом, с инструментом экструд, клавишу, сеттинг и вдавливаю. Создаю вот такое углубление. Можно чуть-чуть поменьше. Чтобы оно не так сильно вдавливалось. Ок. Получили. И что мы в итоге получили? Если мы сейчас включим TurboSmooth, то мы получили вот такое как раз сглаживание. Такое сглаживание. Вот оно выходит. Да, и так же идет по кромке. Как здесь. Можно подвинуть чуть-чуть, немного совсем подвинуть ребра для того, чтобы они у нас смотрелись лучше. Можно это было сделать после, после симметрии, после симметрии, но в принципе и с симметрии это все смотрится. Да, нормально симметрии создал все, все швы. Далее я пока основу отменяю. Все модификаторы. Все модификаторы перехожу в окно проекции Front на уровень точек. И вот эти точечки я немного двигаю, чтобы более красиво смотрелся наш шовчик. Так, двигаю, двигаю. Да, ну мы потом, конечно же, увеличим еще больше количество интеракций, но однако же лучше сейчас сразу все настроить, чтобы у нас была красивенькая моделька. Окей, получили. Получили, теперь то же самое нам необходимо сделать здесь, на другой стороне. Да, хоть и не видно, но я думаю, что такой же узорчик, такое же вдавливание присутствует и на другой стороне. Для этого, во-первых, вот эту точку необходимо поднять туда же, а эту немного опустить. Во-вторых, включить обзор ребер, перейти на уровень ребер и выделить вот эти ребра. Нет, давайте сначала вот эти выделим. Вот эти выделим. Это я сниму выделение сальтом. То есть сальтом я снимаю выделение. Далее так, 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 так. Окей, то есть я внешне только выбрал ребра, только внешне ребра. И применяю знакомый вам инструмент, Connect. Вот он. И в другую сторону я наклоняю. Вот таким вот образом. Окей. И теперь мне остается только подровнять вот эти точки. Выравниваю. Выравниваю. Это тоже выравниваю. Вот так они пойдут. Да, вы поняли, что это можно сделать позже. Поэтому я применяю сразу инструмент Extrude. С теми же параметрами пусть остаются те же самые параметры. Да, и мы сейчас опять же можем с вами посмотреть, что получается. В итоге у нас получилась пока такая заготовка. Такая заготовка. С ярко выраженными углами теперь уже, да? И с ярко выраженным вот этим углом. Нам остается с вами, нам остается с вами только создать дополнительное ребро для того, чтобы вот эта верхняя часть, верхняя часть не была столь закругленной. Я снова перехожу в окно проекции FRAN с помощью горячей клавиши F. Отключаю все модификаторы. И переходя на уровень ребер, выделяю вот эти ребра. Выделяю эти ребра и применяю Connect. Применяю Connect. Давайте я подвину немного сюда. Да, вот таким вот образом. Я применяю максимально близко к краю. Максимально близко к краю для того, чтобы так же, как на картинке, не происходило особого закругления. Вот. Получил. Правильно? И нам остается только создать вот это углубление. Углубление ящика. Это можно сделать либо булленом, к примеру, прорезать ящик, либо создать углубление, опять же, с помощью создания дополнительных ребер. Для этого мы можем воспользоваться либо тем же самым Connect, но он, видите, создает не очень ровненько все, да, нам необходимо выравнивать. То есть вот эти все точки нам желательно выделить и с помощью масштабирования выровнять их. То есть я выравниваю, тяну за ось Y, выравниваю их точно по горизонтали. Можем воспользоваться секущей плоскостью. То есть на уровне ребер я справа в настройках нахожу Slice Plane. Нахожу Slice Plane. У нас примерно будет идти ящик вот до данного уровня, да, ну, например, до сюда. Поэтому я нажимаю Slice Plane. Slice Plane и плоскость, вот она появляется желтым цветом. Мне необходимо ее развернуть. То есть я инструмент вращения активирую, включаю угловую привязку и ее поворачиваю на 90 градусов таким вот образом. То есть теперь, если я буду перемещать, она у меня будет резать. И посмотрим. То есть у нас практически сверху. Расположил плоскость, нажимаю Slice. Создается ребро. Перемещаю ниже, да, не намного ниже. Вот таким вот образом, примерно, нажимаю Slice. Еще раз повторяю, что это можно было сделать с помощью, с помощью знакомых вам инструментов, boolean. Но мы делаем с помощью все полигонов. И вот эти полигончики я могу выделить. Полигоны я могу выделить. И с помощью экструда активировать инструмент экструд и вдавить немного. Немного вдавить. Вот таким вот образом я вдавливаю. Здесь у нас, видите, то есть закруглено, то есть еще обработано это закругление. Поэтому мы можем выделить, мы можем выделить по кругу ребра теперь. Выделяем по кругу ребра. Таким вот образом. Опять Shift, Shift. Окей. Применил. Применил. Этим мы вообще можем полигоны потом удалить. Крайние. И применяю сюда, опять же, знакомый нам чемфер. Для того, чтобы не слишком происходило закругление. Вот таким вот образом. Эти полигоны мы берем и удаляем. Крайние полигоны. Все. Для того, чтобы они нам не мешали. И не мешали они симметрии. Я удаляю просто-напросто. Создаю вот такое углубление. Теперь давайте. Настал момент истины. Я все симметрии включаю, во-первых, да, с той стороны тоже появляется. И включаю галочку Turbo Smooth. В итоге у нас получается вот такой результат. Такой результат у нас получалось слишком кругло. Да, вот здесь кругло. Для этого, для того, чтобы не получалось такое, нам необходимо еще произвести некоторое изменение. Это изменение будет заключаться в том, что я еще вот у внутреннего полигона, у внутреннего нашего полигона, создам дополнительное количество, дополнительное количество ребер. Да, так же, как мы сделали снаружи, то же самое нам нужно сделать внутри с помощью функции INSET, например. INSET один раз. Вот таким вот образом, если мы сейчас Turbo Smooth включим, такое получится. И можно вместо INSET применить CHAMFER. То есть я выбираю несколько ребер вот этих. Вот таким вот образом. И к ним, к этим ребрам, применяю знакомый нам CHAMFER. То есть вот таким вот образом создаю дополнительные ребра. Вот что пока получается. То есть у нас вот эти, у нас происходит только вот здесь стягивание. Сейчас мы разберемся, почему это происходит. Потому что у нас еще вот у этих ребер тоже нет CHAMFER. Скорее всего. То есть я выделяю вот эти ребра, которые у нас отвечают за жесткость нашего ящика. И к ним применяю также CHAMFER. То есть я ограничиваю круг сглаживания. Вот, в принципе, мы получаем то углубление, которое нам необходимо. Да, естественно, у нас будет здесь ящик. То есть мы можем модификатор. Теперь полигон. Полигон, вот этот полигончик. Пока отключаю полигончик. Мы можем из этого же, да, то есть нам же не надо заглядывать внутрь нашего стола. А поэтому мы из этого же полигона, то из этих полигонов мы можем получить тот же самый ящик. То есть я выделяю эти полигоны и их выделяю. Да, с контролом. И их же внутрь выдавливаю. Их внутрь выдавливаю чуть-чуть побольше. То есть ящик у нас торчит немного. В итоге получается такой результат. Но если опять же я буду сглаживать, то видите, этот сам ящик сглаживается. Что нам нужно сделать? Нам необходимо добавить везде, где только можно, SMOOTH CHAMFER. Я выделяю снова. Правой клавишей мышки нажимаю. Выбираю CHAMFER. И немного задаю сглаживание. Вот таким вот образом. Сейчас экструд, опять же, по краям у нас только остается, да. То есть нужно еще здесь вот тоже задать жесткость. Выделяю теперь вот это ребро. Вон то. Вот это. Вот это ребрышко. Да, желательно это сделать вот таким вот образом. И нажать, например, на RING. Нажать на RING. Вот. Там тоже выбралось, если вы заметили. То есть с этого можно снять выделение с помощью ALT. То есть я прижимаю, снимаю выделение. На эти ребра я накладываю CHAMFER. Таким вот образом. Таким вот образом и применяю TurboSmooth. В итоге вот что у меня получается. Вот что у меня получается. Ну, единственное, опять же, здесь тоже нужно задать. Либо удалить вообще полигон. Вот таким вот образом. Чтобы не влиял TurboSmooth ни на что. В итоге мы с вами получили вот такую форму столика. Продолжим в следующих уроках.